Я представляю следующего докладчика на нашей секции, когда ожидание требует особой поддержки. Маргарита Никушина, пренатальное сопровождение беременных при диагностике врожденных пороков сердца с неблагоприятным прогнозом. Коллеги, очень радостно видеть знакомые лица и новые лица и вообще увидеться. Очень. Я представляю Центр поддержки семьи «Три сердца», президентом которого является Екатерина Леонидовна Бакерия. И пару слов хотелось бы сказать об истории развития Центра, так как начали мы работать как некоммерческая организация, которая поддерживает пациентов с детей с врожденными пороками сердца. Но очень быстро к нам стали обращаться семьи детей с разными врожденными пороками развития. Часто мы их не можем отделить. Вот как говорила Екатерина Леонидовна, если это сочетанные нарушения, то, конечно, тоже они получают у нас поддержку. И таким образом мы переформулировали, скажем так, свою помощь на поддержку семей с врожденными пороками развития. И очень быстро мы обнаружили, что родители обращаются, конечно, и на этапе пренатальной диагностики. И это огромная часть работы Центра, консультация и сопровождение семей именно с момента постановки диагноза. Вот через эти сложные этапы первого получения диагноза, принятия решения, иногда такого очень сложного и непростого, и по дальнейшим этапам. Что важно, есть ограничения пренатальной диагностики, с которой мы уже как специалисты, которые сопровождают семью, имеем определенные сложности. Прежде всего, то, что пренатальная диагностика все-таки ограничена в плане прогноза. Чаще всего мы говорим о некой серой зоне, о неких коридорах возможностей или неких вероятностях. И здесь бывает очень сложно понять, как сопровождать семью. То есть, когда мы имеем какой-то определенный прогноз, неблагоприятный, у нас есть какая-то определенная траектория. Когда мы имеем более, скажем так, благоприятный прогноз, пусть и ведем мы семью через сложную хирургическую операцию, через реанимацию, какую-то реабилитацию. Но, тем не менее, здесь вектор тоже понятен. А здесь мы чаще всего оказываемся в полной неопределенности. И в этой неопределенности мы с семьей и проходим их путь. Как раз-таки вопросы о репродуктивном выборе, вопрос о сохранении или прерывании беременности, который очень сложен не только для семьи, но и для медицинских специалистов. И есть определенные и нормоправовые аспекты, связанные с этим. И личная этика врача. Здесь очень-очень много таких, скажем так, слоев, с которыми мы имеем дело как специалисты. Собственно, маршрутизация беременной. Здесь тоже очень большая проблема. Потому что, несмотря на то, что пренатальная медицина имеет свои тоже клинические рекомендации, очень часто они, к сожалению, решаются не лучшим образом. Не всегда эта маршрутизация является самой эффективной, которая может быть. И мы сталкиваемся с теми случаями, когда женщина, как и следующая, еще дополнительная проблема, не следует той маршрутизации, которую предлагают медицинские специалисты. И в итоге она оказывается в медицинской организации, которая по своему уровню не способна оказать необходимый объем медицинской помощи. И здесь тоже возникает огромное количество вопросов, с которыми я и мои коллеги сталкиваемся как психологи. Когда, например, запрос от врачей стоит в том, что уговорить женщину на то-то, то-то и то-то. Ехать в определенный, например, медицинский центр, получать помощь, или соглашаться на операцию, или не соглашаться. Сейчас, кстати, мы еще стали сталкиваться с еще одной проблемой, о которой, я думаю, мы какие-нибудь следующие встречи поговорим. Это возможности фитальной терапии. Это то, что сейчас только развивается. У нас поддержку около 20 женщин сейчас получили, именно такую социально-психологическую. Это женщины, которые решаются на лечение плода еще в момент внутриутробного развития. И это тоже имеет свою специфику. И нам здесь, как специалистам, очень даже мало на что можно опираться. Иногда мы как пионеры действуем по интуиции, по наитию. Но это очень тоже интересная отдельная тема. Ну и, конечно, возможности междисциплинарной работы, которая у нас еще на уровне пренатального сопровождения, еще очень мало развита. Вот этот консилиум в лучшем случае, если он реализуется командой специалистов, врачей, тех, которые будут задействованы в сопровождении семьи, социальных работников, психологов, представителей духовных конфессий. Но далеко-далеко, это не везде. Если мы говорим о том, что вот так надо, мы видим, как это эффективно работает, как это правильно. Но по факту реализуется это еще в неполном объеме. А мы уже часто имеем, скажем так, результаты вот такого недостаточного сопровождения, недостаточного информирования, недостаточной поддержки родителей. Ну и в дальнейшем, после этапа постановки диагноза, как раз-таки мы тоже сталкиваемся с определенными проблемами. Вот, например, если все-таки принимается решение о прерывании беременности. Крайне мало случаев, когда мама может организовать возможность для себя прощания с ребенком. Даже в ситуации, когда это прерывание по медицинским показаниям и на очень поздних сроках. И у нас буквально это единичные случаи, когда нам удалось организовать такое прощание. Тем не менее, этот опыт есть. Я хочу сказать, что это очень странно для меня до сих пор получать благодарность от мамы и какую-то обратную связь о том, как она потом вышла из вот этой всей истории в период ее, скажем так, психоэмоциональной реабилитации. То есть уже медицински она давно прошла и восстановилась. А вот как она себя внутренне ощущает, это большой вопрос. И странно, вроде бы, да, за вот прощание с ребенком, вот такое, вроде бы, да, казалось бы, очень часто от врачей мы это слышим, но она же сама решилась на прерывание. Но это очень бывают непростые выборы. Выборы, которые иногда сделаны не всегда достаточно информированно или достаточно свободно. Иногда оказывается очень тяжелое давление на женщину с разных сторон. И это очень непростая ситуация, но тоже мы, тем не менее, видим значимость такого сопровождения, такой поддержки. И медицинские специалисты тоже с удивлением отмечают, например, что мама с удовольствием может возвращаться потом в следующую беременность, в тот медицинский центр, где ее грамотно сопроводили на этапе прерывания беременности по медпоказанию, на этапе прощания с ребенком. А во всех других случаях женщина чаще всего будет избегать это учреждение. И, конечно, мы будем иметь дело с тяжелой такой психоэмоциональной травмой. То есть это какие-то невидимые такие эффекты, неочевидные, казалось бы. Но, тем не менее, которые в нашем опыте мы уже видим очень, да, разницу. Конечно, про перинатальную палеотивную помощь только последние годы мы начинаем говорить, только наблюдаем, наверное, ее становление, развитие. И в регионах с этим огромная-огромная проблема. Мои коллеги расскажут поподробнее. Вот Анастасия Алексеевна расскажет, наверное, частичку такой помощи, которая оказывается в городе Петрозаводске. Удивительно, да, что есть еще такие города, которые в это уже подключаются, и это очень радостно. Но, тем не менее, да, чаще всего такой возможности мама не получает. Это очень грустно, да, когда мы уже точно знаем, что прогноз неблагоприятен. И чаще всего семья оказывается в абсолютном одиночестве в этой ситуации. И еще одна проблема, на которую тоже мы хотим заострить внимание, и на которую наш центр работает. Это нет сейчас в данном случае подготовки будущих родителей, у которых родится ребенок с теми или иными особенностями здоровья. Особенно, если мы говорим про какие-то тяжелые диагнозы и неблагоприятный прогноз. Вот представьте школы для будущих родителей, где рассказывают маме о том, как она будет прекрасно проводить свой золотой час, кормить грудью, взаимодействовать с малышом, да, это взаимодействие налаживать. И все это время ей рассказывают о том, насколько это ценно, важно и значимо. Конечно, наши родители, которые уже получили прогноз, даже пускай он будет условно благоприятный, да, но они будут знать, что у ребенка есть особенность здоровья, и она по этому идеальному сценарию не пойдет, да, она не сможет со своим ребенком провести этот прекрасный золотой час. У нее ребеночка сразу заберут и отправят в реанимацию, они будут разлучены, и она будет долгое время находиться вот в этом тяжелом стрессе. И в данном случае такая подготовка ей абсолютно не подходит. Мы работаем над тем, чтобы создавать такую информационную и психологическую социальную помощь будущим мамам еще с момента постановки диагноза, чтобы они могли, например, посмотреть фотографии реанимации, посмотреть кювезы, посмотреть, возможно, да, узнать про то, как может выглядеть ее ребенок, и что это не те розовые картинки, которые висят там в женской консультации, где четырехкилограммовые детки, да, прекрасные, здоровые. А потом мы с вами все, в том числе и медицинские специалисты, имеем вот это ожидание реальность, да, когда все время мы маму готовим к какому-то идеальному сценарию, а у нее потом идет что-то не так, и мы удивляемся. Собственно, причин отказа от прерывания может быть много. Это к вопросу о том, что не всегда это только культурно-религиозные аспекты, хотя они, конечно, наиболее, наверное, в долях значимы, но тем не менее есть огромное количество причин, по которым родители отказываются прерывать беременность даже при условии неблагоприятного прогноза. И это все, собственно, да, вот и наши пациенты, и наши подопечные нашего центра, да, и всегда это очень индивидуальный подход и какая-то особая семейная ситуация, которую, конечно, необходимо учитывать еще с момента постановки диагноза и с момента принятия вот этого решения, да, то есть причины могут быть совершенно разные, мы о них не знаем, и знать не можем всегда в полной мере, не всегда родители даже скажут о них, то, насколько мы можем влиять на это решение, да, какой вообще наш вклад в это решение, это большой вопрос. И, конечно, если мы говорим о том, что прогноз неблагоприятен или есть высокая вероятность, высокие риски гибели ребенка после рождения, то обязательно, или во время беременности, то обязательно тоже мы заранее, как бы с мамой это обсуждаем, да, мы говорим о том, насколько возможно в ее конкретном случае организовать прощание. Например, вчера как раз наша подопечная прерывала беременность, делая это осознанно, платно, понятное дело, что она это могла сделать по ОМС, да, в каком-то любой организации по прописке, но она пошла на это осознанно для того, чтобы организовать себе такие условия прощания с ребенком, которые ей необходимы. Это очень было взвешено, осознанное решение, очень большой срок уже, потому что она выбрала именно этих врачей, именно эту организацию, которая ей предоставила всю эту информацию. К сожалению, там это возможно было только на коммерческой основе, но это о чем говорит, о том, что это отдельная ценность для родителя. Мама очень взрослая, очень осознанная, очень информированная о всех возможностях, которые ее могут ожидать в той или иной ситуации. И у нее такая возможность была, и для нее это вот отдельная ценность. Организовывать такую возможность в том числе и, ну, задача, наверное, некоммерческой организации в том числе, да, потому что системно пока это сделать очень сложно. Ну и, конечно, иметь нам какую-то особую подготовку, да, по коммуникации в такой ситуации, уметь выражать сочувствие, поддержку, принимать те выборы, которые делают родители в этой ситуации. Поверьте, они у них очень-очень непростые. Ну и, конечно, все те возможности, которые предоставляют сейчас многие некоммерческие организации, реже эта возможность сделать внутри медицинской организации, помимо психологической помощи, социально-юридической и так далее, огромное значение имеют родительские сообщества. Вот эта же мама, про которую я сейчас привела пример, она сразу после принятия своего решения добавилась в отдельный чат, где есть родители, которые сталкиваются с этой ситуацией, и именно там она нашла поддержку. Больше нигде она поддержку найти не может. Она даже не может поделиться с близкими, а с теми, с которыми она поделилась, они ей говорят, ну, ты же сама такое решение приняла, ты сама на это пошла, да. И то есть нет понимания, ну, скажем так, с какой болью даётся это решение. Поэтому иногда родительские сообщества являются тоже огромной колоссальной поддержкой, потому что они решают вопрос такой социальной изоляции родителей в этой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!